Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на закрытии недели нас ожидает еще несколько макроэкономических отчетов из США. В 13.15 по GMT выйдут данные по промышленному производству, в Штатах в 14.00 ожидает Мичиганский индекс потребительских настроений и закрывать сессию и неделю в целом будет традиционный блок данных от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Это динамика активности хедж-фондов и институциональных инвесторов в отношении разных активов. Меня традиционно интересует, что же произошло за прошлую неделю в отношении интереса институционалов к золоту, потому что за золотом мы следим очень активно и, по сути, ориентируясь на действия большинства и меньшинства, то есть основываясь на психологии трейдинга, принимаем конкретное решение, что делать с этим инструментом. На следующей неделе, в понедельник, мы, конечно же, вернемся к отчету CFTC и если увидим среди общего интереса рынка к тем инструментам, которые есть, особый активный интерес со стороны институционалов именно к золоту, то тогда у нас будет еще один аргумент, чтобы на долгосрок вернуться к открытию длинных позиций. Ну а пока что в нашей торговой системе особо ничего не меняется. Золото торгуется на отметке 1915 долларов за тройскую унцию. Ранее, именно отталкиваясь, опять же, от психологии, мы нашли очень хороший аргумент на занятие коротких позиций и, собственно, ждали, что золото обновит локальный минимум. Мы оказались правы, потому что лоу вчерашней торговой сессии был практически на отметке 1900 долларов за тройскую унцию. Сегодня мы наблюдаем коррекцию. Индекс настроений действия большинства и меньшинства выровнялся. Показатели 50 на 50, то есть это уже не такое уж хорошее основание, чтобы говорить о психологии как инструменте, который подсказывает непосредственно направление рынка. В текущих условиях, учитывая то, что сегодня еще и пятница, не забывайте про эффект пятницы, когда после состоявшегося ралли трейдеры обычно перед выходными фиксируют позиции профита и это провоцирует технический откат. Поэтому я золото на текущую торговую сессию рекомендую оставить в покое и ждать уже торговой сессии понедельника. Если на следующей неделе трейдеры снова начнут активно набирать позицию в одном из направлений, мы это обязательно считаем и примем решение о том, как действовать. По другим инструментам. Рынок нефти 94,43 доллара за баррель. Рост продолжается в соответствии с нашим прогнозом. Наша цель 95 остается в силе, но учитывая, как быстро мы делаем целевые ориентиры, я думаю, что впору уже замахнуться на планку 100 долларов за баррель. Потому что при текущем новостном фоне очевидно, что нефть получает достаточную поддержку со стороны общего фона, который сложился. Ранее мы обсуждали снижение объемов нефтедобычи, оптимистичные прогнозы от ОПЕК и Международного нефтического агентства, которые пересмотрели прогнозы роста. И это еще больше вселило уверенность в том, что рынок точно будет ходить вокруг идеи скорого дефицита предложения нефти. Причем, по мнению многих экспертов, этот дефицит в оставшийся период этого года может достичь, скажем так, диапазона от 2,5 до 3,5 миллионов баррелей. Я думаю, что такому фундаментальному фону будет что-то очень трудно противопоставить. Поэтому у медведей фактически нет никаких шансов. Единственное, что медведи сейчас могут использовать, это тоже возможность технического отката, которая тоже весьма вероятна, учитывая, как быстро растет нефть в последней торговой сессии. То есть этот момент не нужно списывать со счетов. Друзья, вы должны понимать, что коррекция на рынке – это абсолютно нормальное явление. Но если вы уверены в том, что тренд определенно правильный и фундаментальный фон не меняется, то следом за коррекцией, как правило, идет снова активизация. Ну, в данном случае, в отношении рынка нефти покупок и возобновление восходящего ралли. Мы долго ждали китайскую статистику, буквально всю неделю. Сегодня утром она была опубликована. И это замечательные данные, которые позволяют нам сделать вывод о том, что, судя по всему, китайская экономика миновала худший период для такого экономического восстановления и стабилизации. То есть дальше будет только лишь рост, и мы постоянно будем, наверное, за этим исключением, получать более-менее вменяемые, хорошие и адекватные цифры. Что продолжит нам говорить о том, что рост со стороны китайской экономики потребления будет способствовать еще дополнительной поддержке для котировок нефти. Что касается данных, промышленное производство в Китае выросло на 4,5% с 3,7%. Это лучше, чем ожидали эксперты. И роничные продажи. 4,6% рост с 2,5%. Тоже потребительская активность на порядок лучше, чем значения, которые были в прошлые периоды. И первые индикаторы того, что с потребительской активностью все неплохо, это были данные по индексу потребительских цен. Собственно, данные, которые вышли неделю назад тогда, это для нас стало уже первым индикатором того, что мы можем рассчитывать на продолжение вот этой тенденции, выхода неплохих отчетов из Китая. Еще раз напомню, что по бренду 95% это ближайшая остановка, и потом ждем уже 100 долларов за баррель. На основании рынка нефти мы обстраивали позицию по канадскому доллару. Доллар Канаде ждали на отметке 1,35. Эта цель достигнута. Учитывая высокую вероятность коррекционного отката и то, что пара доллар-канаде снижается уже больше 5 торговых сессий подряд без отката, я думаю, что лучше сейчас зафиксировать позиции и вернуться к оценке перспектив этой валютной пары на следующей неделе. Европейская валюта. Здесь также достигнута наша косвочная цель 1,0650. Текущая котировка 1,0645. ИЦБ, вопреки ожиданиям, все же повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов. И Лагард во время своей пресс-конференции, отвечая на вопросы будущих действий Европейского центрального банка, допустила, что текущий уровень процентной ставки вовсе еще не пиковое значение. Казалось бы, идеальные условия для роста европейской валюты. Но его не последовало, потому что в самом факте повышения процентной ставки и в то, что ИЦБ может не остановиться, трейдеры увидели больше негатива для экономики в целом. Ранее мы говорили о том, что фундаментальный фонд крайне плохой и негативный. Даже последние данные по промышленному производству и самых актуальных показателей по еврозоне был зафиксирован спад на 2,2% июльские значения с снижением в июне на 1,1%. То есть по некоторым секторам, если даже не по всем, уже можно констатировать вот эти признаки самой настоящей рецессии и спада. Это ждет, собственно, и всю экономику. Потому что, по мнению многих аналитиков, дальнейшее повышение процентной ставки будет создавать лишь еще большую нагрузку на экономику. Отсюда вытекающие последствия ожиданий еще большего спада. И ранее я касался темы прогноза Еврокомиссии по тому, какие показатели ВП продемонстрируют еврозоны и Германия до конца этого года. Как вы помните, цифры там так себе. Но после решения о повышении ставки, скорее всего, эти прогнозы будут снова ухудшены. Поэтому в качестве среднесрочных целей я бы сейчас замахивался на то, чтобы европейская валюта осталась под давлением. Но поскольку мы неплохо воспользовались именно локальной возможностью, и учитывая, опять же, то, что сегодня рынок может просто продемонстрировать коррекционный откат, я также рекомендую уже выйти из этих позиций и ждать более интересных точек входа. Индекс доллара 104.95. Вчера были опубликованы данные по ручным продажам. Рост на 0,6%, прогноз на 0,2%. Индекс цен производителей промышленной инфляции. Рост до 1,6% станет 0,8% в годовом выражении. Первичные заявки на пособие по безработице 220 тысяч. Здесь чуть-чуть хуже прогноза. Прогноз был 225 тысяч. Но не стоит забывать, что это все-таки отчет по тому, сколько заявок подают за обращением. Поэтому снижение стоит расценивать как позитивный момент. Самое интересное, что по инструменту FedWatch Tool после выхода этих данных вероятность повышения ставки еще одного до конца этого года снизилась, друзья, с 43% до 37%. И на этом фоне индекс доллара все равно смог обновить локальные максимумы. Вчера допускал, что если индекс доллара снова протестирует отметку 105, лучше уже будет зафиксировать позиции и ждать развития событий дальше. Собственно, я это и сделал. Поэтому сейчас локально в моем портфеле нет индекса американской валюты. Но знаю то, что вы следите очень внимательно за перспективами доллара. Поэтому, конечно же, эту тему я буду постоянно раскрывать и касаться. Что касается доллара и иены, 147.50, по-прежнему ждем 148.50. Статистика по промышленному производству Японии разочаровала трейдеров. И это оказало дополнительную поддержку паре. Я думаю, что до заседания американского регулятора, который состоится уже на следующей неделе, пока что путь наименьшего сопротивления – это движение вверх к тому уровню, который я, собственно, обозначил. Мы еще не в зоне валютных интервенций, поэтому можно смело сохранять эти ланги. На следующей неделе уже обсудим, насколько вырастет вероятность этих валютных интервенций, и насколько они будут реальны. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.